Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1124. Событие дня. Псалом 34, 9. А моя душа будет радовать себя Господи, будет веселить себя о спасении от Него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его. Восстали на меня свидетели неправедные, с чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством в душе моей. За 13 января 2019 года. За воскресенье. Какие события были? Ну, это объявление. Думаем, что кто-то поможет. Попросили тоже по просьбе трудящихся. Вот четверо ребятишек остались, умерла она. Ну, что умерла? Вот показаны ролики, отпевает батюшка, а потом поминки. Теперь, кто желает помочь. Вот им ответ. Считайте, здесь написано. Роман. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Я упустил из виду то, что вы мне сейчас напомнили. В любом случае голова женщины, девушки, девочки, должна быть накрыта по апостолу. А то он давай там в виде кольца, там то другое, и он понял. Ну, Дмитрий, Игнатий Тихонович, пожалуйста, посмотрите видеоролик. Вот понимаете, каждый день мне посмотри видеоролик и прокомментируй. Я не смотрю, кратко только дернул, глянул, посмотрел уже. Да все это стандартно, шаблонно. Ничего у них нет нового. Сеет товарищ в России. А активность сейчас распространяет эту заразу. У него все больше и больше поклонников. Если будет у вас желание, сделайте обречительный ролик, чтобы люди не соблазнялись. Лучше вас это никто не сделает. Под видом невинных проповедей цель преследуется одна – принять христианам и их машеаха и разубедить, что Иисус Христос есть Бог. Прости, Господи. Господин Аполлонского приглашает по всему миру. Он постоянно в разъездах со своими семинарами. У него много поклонников среди католиков, протестантов и прочих сектантов. Причем русскоязычных. Ну, дальше-то поклонники. Какие разницы, кого ожидать-то? Они каждый ждет, зная, что это богатый человек. Ему помогают свои. Да мало ли, тут Соловьевых, у нас тут свои, там, Познеров, пруд-пруди. Они могут их финансировать и всех туда направлять, где он машеах восяет в храме Иерусалимском, выдавая себя за Бога. Ну, присоединилась, ну, сколько нас? Допустим, миллион в России присоединены. Куда они присоединились-то? Да никуда. Да они неверующие. Фикция одна. Говорят, фишка в этом. Так что тут ничего и нет такого. Ну, а почему не это только? А других-то перечислили. Сколько здесь разных эмиссаров с Запада? Ведь там им конца и счетов нет. Каждому свое выбор. И никого ты не уперебедишь. Я его перебедил, он мертвый, дохлый. И куда он? Ну, а так пускай ждет. Ему же не сказано, что завтра браться за оружие. Я отвечаю, желания нет. Их, этих служителей, ада, легион. И это по помещению Божию. Матфея 23, 15. Я висописание показываю, чтобы человек мыслил категориями священного писания. Матфея 23, 15. Горе вам, книжники-фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, а вдвое худшим вас. Вот и весь ответ. Ну и что, ад-то широкий набирает туда. Сергей Однороб. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Сегодня утром видел вас во сне или в видении? Вот вы сели и считали Евангелие. Я попросил вас почитать мне вслух. Вы начали читать, но как-то очень тихо. Как будто очень уставшим голосом. Я каким-то образом понял, что нужно мне прочитать 12 главу Евангелия от Иоанна. Я тушил, проснулся и начал читать. Вот сколько раз мне говорят, я спал, а вы подошли ко мне. Как пнули меня. Что лежишь? Вставай на молитву. Ну, в разном местах. Я другой раз в ночь тоже где-то хожу, проповедую. Но вот, видимо, там я и был у вас. Господь еще раз обратился ко мне со словами. Я пришел, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Игнатий Тихонович, спасибо вам за ваш труд. Ну, то есть, какой труд? Он что пришел, разбудил его там. Слава живому и истинному Богу и Господу нашему, воскресшему из мертвых Иисусу Христу, Спасителю мира. О, как! Слава один! Мир вам, Игнатий Тихонович! Более чем неделю назад в интернете нарвался на ваши ролики. И вот уже все это время, по многу часов и день в день не могу оторваться. Слушаю и слушаю. А я 8 лет назад в православии воцерковил, Леон, в кавычках, прослушав вас, послушав, я понял, что я не жил христианской жизнью, а только ее воображал. Я заквашен монашеским духом и хочу сменить его на евангельский. Сердце мое чувствует, что вы Божий человек. Мир вам и вашему дому, и вашему собранию. Просим вас прокомментировать и дать сюда ответ. Новый человек. Есть вопрос. Ищем у вас ответа на него. Вопрос о словах Златоуса, что изображено на картинке. И прислали. Бог попускает священникам быть грешными, чтобы понимать человека, как это утверждается на картинке словами Златоуса. То есть, если ты судишь грешника, а потом сам впадешь в этот грех, то ты будешь понимать грех. Только в этом. Как тяжко, неправильно и прочее. Можете дать ссылку на том, страницу этой цитаты? Рю смотр. Что такое? Российский смотр. Я отвечаю. Бог попускает сие не только священникам, но и каждому человеку. Но это вовсе не означает, что Бог дает гарант того, что человек не будет ответственен за свое грехопадение. Только и всего. Еще и больше. Если он не понял, ну не понял, более мудрого ищи. Я слышал после одного выступления Владимира Владимировича Маяковского. Стал молодой человек и говорит, Владимир Владимирович, у вас стихи какие-то непонятные. Мы с товарищем не понимаем их. Он сразу отпарировал. Нужно иметь умного товарища. Вот и весь ответ. Умного надо иметь. Что вчера? В воскресенье. Стали, как всегда, в 4.40. Кто-то с чем занялся. Володя пошел топить, чтобы тепло было в храме. А я тут занялся разбором почты. Надо события дня записать. И так и не смог записать. Времени нет. Тут такие места проверить надо было. Вот это не 8-10 роликов. И надо больше бывает каждый день. С ними работы сколько? О чем? Притом не чужое, а свое. Своё. У нас есть, что дать людям. Все богослужения, литургия. Потом сразу собрание. Записать надо. Во время литургии две проповеди было сказано, просчитано Яна Златоуста. Это всё потом надо будет обработать, ужать, закачать, выставить в нужном месте в нужное время. Вот это работа. Я этим занимаюсь. Уже около месяца, наверное, сам делаю. А то мне помогали тут. Я решил тем людям свободу дать. Модератор, администрация. А после что, как всегда, трапеза. Мы домой пошли обедать. И занятия. По Евангелию от Матфея Сергея Павловича ведёт. Вот так. А потом днём. Днём. Тут много времени у меня отнялась переписка с Америкой. Со Стивом Мишеллом. Я пишу, а ответа нет. Я сказал, давайте помолимся вместе. Только помолились. Я пошёл домой, сразу два письма от него, как будто его кто-то толкнул. И фотографии. Фотографии не присылал отдельно. А тут сразу фотографии. Я на всё стал подробно отвечать. Что он, как. Непонятно, почему детей он хотел сюда прислать двоих старших зимой. Зимой вообще по Терявке запрещено там звать. Оказывается, правильно. Мы, говорит, летом все работаем, а зимой свободны. Они там будут язык изучать, заниматься. Ну, я сразу с барабашами давай договариваться. Всё это по интернету. По интернету пишу. Чтобы приняли их. Я говорю, юноша и девушка. А может быть, я и неправильно сказал. Ну, не в этом дело-то. А какой возраст? Не знаю. А чем они будут у нас заниматься здесь? Зима же. Не знаю. Ну, что-то там коровники. Может быть, у Игоря. Там где-то извернули жить на складе. Я говорю, дальше по гостям ходить будут. Ну, заниматься, раз приехали языком. И так подвёл, что немедленно надо бы присылать детей. И вдруг с той стороны откат. Приезжал человек раз пять здесь. И всё. И молятся, решают с переездом. Оказалось, у него своих десять детей и четверо приёмных. А тут сразу всё. Разговор у меня закончен. Да в этом году до ноября. До ноября. А думал приехать в феврале. То есть, решитель я показал. Всё, готово принять. Кормёжка я беру на себя. И Игорю сказал, что требуется мясо у Игоря есть. Молоко молочное, всё своё. Ну, договорились. Договорились с той стороны. Дали обратный ход. Не знаю, с этим связано или нет. Но вот так вот всё совпало. И он просил этот Стив молиться, чтобы молились. И мы молились только. Сразу исполнение. Вчера до самой ночи. Ещё ночью всё сидел. Ответ давал. Подбирал фотографии. А фотографии 22 тысячи. И надо показать, найти, где на поле пасут. До этого я пасал кое-что. Но я набрал 78-79 фотографий. Их надо теперь качать. Они считают. А у меня заказчика идёт. Они медленно-медленно идут. Заказчика. Ну, вот так. Но оказалось, быстрее идут в моём мире. И через эту систему я послал. Вот это один день. События уже теперь прошедшего дня. Надо показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Я его покажу сейчас. Мой мир. Очень сильная система. Просто, ну, прекрасно. Второе. Он сейчас не открывается пока. Крутится на одном месте. Вот оно где. Ну, вот это наш форум православный, 1607. Вот. И православный видеоканал открытым оком. Большой. Ну, и... Последний Библий. Православный библейский сайт. Вот я что писал? Стиву Митчеллу. Теперь у меня тут есть проверять. Система сразу на английский переводит. А я ему посылаю на английском, на русском перевод. И вполне доступно. Все лучше и лучше переводы делаются. Но я стараюсь такими сложными словами не говорить. Вижу, что их язык намного беднее нашего. Намного. Сколько раз. Она просто берет одно и то же слово. Даже лагерь Стан не может передать. Лагерь, лагерь. Два раза. Это вообще... Вот. И слава Богу. На этом события прошлого дня закончились. Субтитры создавал DimaTorzok